Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые коллеги! Лучевая терапия может быть проведена как перед операцией, так и после операции, но предоперационная лучевая терапия обладает ряжем важных преимуществ, таких как снижение биологической агрессивности опухоли, снижение ее имплантационного потенциала, что в свою очередь повышает областичность оперативного пособия. Более того, при проведении лучевой терапии перед операцией удается более точно определить объем опухоли и в связи с этим более точно спланировать объемы лучевой терапии. Но предоперационная лучевая терапия обладает одним очень важным недостатком – это достоверное увеличение риска тяжелых послеоперационных осложнений. В 2004 году были опубликованы результаты крупного рандомизированного исследования, которые показали, что с точки зрения локального контроля нет статистической достоверной разницы между проведением лучевой терапии перед операцией или после операции. Однако отмечалось небольшое преимущество пациентов с точки зрения общей выживаемости тем, которым была лучевая терапия проведена перед операцией. Если говорить о послеоперационных осложнениях, то в группе с предоперационной лучевой терапией частота послеоперационных осложнений была выше практически в два раза. В связи с чем, стандарт послеоперационной лучевой терапии в настоящее время применяется более часто. Однако тем самым мы упускаем те положительные стороны предоперационной лучевой терапии. В последнее время активно изучаются вопросы гипофракционирования. Так, североамериканская группа по изучению 40 мягких тканей опубликовала исследование, в котором пациентам приводилась стереотоксическая лучевая терапия в режиме гипофракционирования перед операцией. По их данным, не было увеличения послеоперационных осложнений. Что же касается локального контроля, то схожие результаты были достигнуты как при нормофракционировании, так и при гипофракционировании. Не стоит забывать и о системных эффектах лучевой терапии перед операцией, когда при облучении происходит разрушение опухоли ДНК, и через антинген, презентирующую систему, удается добиться так называемого абскопального эффекта. Именно это и натолкнуло нас на создание протокола комбинированного лечения 40 мягких тканей, который зарегистрирован в Международном реестре клинических испытаний. Состоит он из трех этапов. Первый этап – это предоперационная стереотоксическая лучевая терапия в режиме гипофракционирования в объеме облучения исключительно опухолевой ткани, дополненная радикальным хирургическим вмешательством. И третий этап – это послеоперационное облучение зоны субклинического субстанивания опухолевого процесса в режиме стандартного функционирования дозы. С целью реализации лучевого эффекта второй этап хирургия выполняется через 3-4 недели после окончания курса предоперационной лучевой терапии, а послеоперационная лучевая терапия выполняется через 30-60 дней, что позволяет достичь полного заживления раны. Итак, первый этап – это стереотоксическая лучевая терапия. После выполнения КТ и МРТ-разметки происходит слияние этих изображений и формируются поля облучения. Используются два объема облучения – это CTV-1 по краю опухоли. Разовая очаговая доза на этот объем составляет 5 Г, до суммарной очаговой дозы в 25 Г. Используется второй объем облучения – CTV-2, который внутрь отступается на 1 см от CTV-1. Разовая очаговая доза на этот объем составляет 7 Г, до суммарной очаговой дозы в 25 Г. Мы видим при дозном планировании наличие достаточно горячего пятна внутри опухоли. Использование таких двух объемов облучения, с одной стороны, позволяет нам сберечь структуры, которые нам бы хотелось сохранить, такие как кожа, окружающие сосудистые нервные структуры, кость, а с другой стороны добиться оптимального противоопухолевого эффекта. Второй этап – это радикальное удаление опухоли и мягких тканей с последующим исследованием послеоперационного материала с оценкой степени регресса опухоли, как макроскопически, так и микроскопически. Мы видим, что разницу в опухолевом биоптате до лечения и после курса лучевой терапии появляются участки некроза, фиброза, снижается клеточная плотность. И третий этап – это 3D-комфортная дистанционная лучевая терапия в режиме нормофакционирования. Это 25 фракций с разовой очаговой дозой 2 грей до суммарной очаговой дозой 50 грей на ложе удаленного новообразования. Здесь мы видим, что дозное распределение имеет более плавные участки и занимает больший объем. Итак, предварительные результаты. С июня 2018 года по январь 2021 года в протокол были включены 26 пациентов. Из них 14 завершило свое лечение с медианой наблюдения в 20 месяцев от 12 до 28 месяцев. Большую часть составляли женщины. При этом наиболее частым гистологическим потепом являлась липосаркома, что курилирует с данными международной литературы. Размер опухоли оценился согласно ТНМ 8-го пересмотра. Чаще всего опухоли располагались на нижней конечности. Это были первичные саркомы, мягкие ткани. И большую часть это были хайверидсаркомы. В результате проведения стереотоксической лучевой терапии у двух пациентов развился послучевой эпителиид первой степени. Других осложнений мы не отметили. Радикальность удаления опухоли была достигнута во всех случаях. При этом в 100% случаев рана была укрыта местными тканями. Также рана зажила первичным натяжением в сроки, не превышающие 5 недель. Средний процент регресса опухоли по данным макроскопического и микроскопического послеоперационного исследования составил 46%. К сожалению, у двух пациентов послеоперационный период осложнился явлением лимфории длительной, что потребовало дренирования послеоперационной раны, в связи с чего начало курса послеоперационной лучевой терапии было отложено на 71,99 дней. Стоит отметить, что у этих двух пациентов резекция была совершена по поводу сарком более 15 см. После завершения курса послеоперационной дистанционной лучевой терапии у четырех пациентов зафиксирован лучевой эпителит первой степени, в двух случаях зафиксирован лимфостаз второй степени, который не потребовал какой-то хирургической коррекции. Но за время наблюдения было зафиксировано два сложных, тяжелых послеоперационного осложнения. Это в одном случае был некрожен козырхлоскутов, который привел к вторичной операции и к заживлению раны вторичным натяжением. И в одном случае у пациента через пять месяцев развилась тугоподвижность сустава, от которой потребовало повторной операции для решения этой проблемы. Если мы говорим по поводу отдаленных результатов, то при динамическом наблюдении локальный рецидив не зафиксирован ни у одного пациента. К сожалению, четыре пациента отмечена генерализация процесса. Это три случая метастатического поражения легких и один случай метастатического поражения скелета. Подводя итоги, хотела бы сказать, что данный протокол очень интересен своим биологическим эффектом влияния и оценки иммунологического статуса пациентов в ответ на стереотоксическую учеботерапию. И мне бы хотелось поблагодарить всех участников нашей мультисциплиной команды за слаженную и отличную работу. Спасибо. Спасибо.